День добрый, это программа «Первые лица». Я Елена Ищеева, сегодня в гостях у банка «Северная казна». Я предлагаю нам познакомиться поближе с региональным банком, который по своим финансовым показателям уже давно входит в сотню крупнейших банков России. Мой собеседник, председатель совета директоров «Северной казны» Владимир Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Николаевич, ну поведайте, откуда появилось такое красивое название и почему вот эта обнаженная красавица стала символом вашего банка? Казна нам, слово, всегда очень здорово нравилось. Ну и когда возник вопрос о Буральске, это не по нашим амбициям. И вот обычно, когда нас спрашивают, почему «Северная казна», мы говорим, пока нам «Северного полушария» хватит. Если не хватит, то будет «Южная казна». Что касается этой дамы, то злопыхатели говорят, что каждый, кто будет обслуживаться в «Северной казне», будет таким же голым. Но это неправда. Мы говорим иным образом, что мы так же открыты перед клиентом, как эта дама. Ну почему женщина – символ банка? Ну было бы странно, если бы я, будучи руководителем «Северной казны», в качестве символа сделал мужчину. Ну можно золотую рыбку или что-то еще, сказочный персонаж, уральские самоцветы, хозяйку Медной горы. Мы очень по-доброму относимся к женщинам. Я только могу приветствовать подобный ответ. Владимир Николаевич, Вы банк региональный, но сейчас Вы активно ведете такую захватническую политику по всем регионам России. Отделение в Москве крупное, красивое. Недавно открыли отделение в Санкт-Петербурге. Сколько там квадратных метров? 3000 квадратных метров. У нас самый крупный головной офис филиала любого иногороднего банка, включая даже банки Москвы. За счет чего Вы собираетесь утверждаться на столичном рынке банковских услуг? Я 17 лет работал в Академии наук, в Институте математики и механики. И мне кажется, что я имею вкус к технологиям информационным, к математическому моделированию. Я лично считаю, что банк «Северная казна» имеет очень такие фундаментальные позиции именно в сфере высоких технологий банковских. Это, например, интернет-банк, это, например, кредитование физических и юридических лиц. То есть мы многое делаем существенно лучше, но с точки зрения технологий, чем наши конкуренты. Основные направления деятельности Вашего банка какие? Мы обслуживаем малый и средний бизнес и мы обслуживаем население. У нас есть крупные клиенты, которые имеют 100 миллионные и более обороты в долларах годовые, но это не основа нашей клиентской базы. А основа нашей клиентской базы является как раз население малый и средний бизнес, и он как раз требует очень кропотливой математической работы. Потому что оценка рисков по этому сектору экономики является весьма сложной. Кто сегодня самый плохой, самый трудный заемщик? Вот если говорить о населении, вот так вот, когда я скажу, все говорят, да, понятно, это само собой разумеется. Ну вот, например, когда мы исследовали портрет очень плохого заемщика, ну имеется в виду из населения, то оказалось, что это человек, который имеет незаконченное высшее образование. И вот когда я говорю, что тот человек, который имеет незаконченное высшее образование, все говорят, да, конечно, и начинают объяснять почему. Это мы получили чисто статистически, обрабатывая плохих заемщиков северной казны. Я знаю, что у вас существует какая-то особая система скоринга, то есть вы сканируете человека, который просит деньги у банка в кредит, и можете отказать, потому что просчитываете математически. Это правда? Да, да, то есть мы имеем очень развитую математическую модель, очень мощную, которая блестяще оценивает риски по заемщикам. Я приведу такой пример. Скажем, по просроченной задолженности по населению, вот есть такой термин, кредитовать по зарплатным проектам и с асфальта. Ну, зарплатный проект там все очень просто. Есть зарплатный проект, дали в долг денег, через месяц за счет зарплаты все эти долги закрываются на автомате. А когда кредитуют, как выражается, с асфальта, человек шел мимо, зашел, взял денег в долг и ушел. Так вот, по нему определить риски, это наиболее сложно. И что касается, например, северной казны, мы кредитуем людей с асфальта, которые приходят с улицы. И тем не менее, у нас просрочка 0,7%. Я считаю, что результат выдающийся. Это намного ниже, чем, например, у наших западных коллег из Западной Европы, из Америки. Благодаря вашей уникальной технологии, которая разработана именно северной казны. И что касается, например, разработки математической модели, когда я обозрел окрестности и посмотрел, кто бы мог сделать, а это зная пофамильно. Потому что я работал в этой сфере науки, ну, длительный достаточно период времени, то вдруг выяснилось, что все люди уехали. И мне пришлось людей из-за рубежа возвращать. И они вернулись. И сегодня они работают на российскую экономику. Ну, то есть вы такой удивительный банк. У вас основной костяк – это не финансисты, экономисты, а математики, то есть ученые. Математики имеют высокую значимость в нашем банке. И они действительно помогают банку, особенно в сфере рисков. Это самое сложное. Вот понимаете, у банка проблема номер один – риски. Кому дать, кому не дать. Конечно, это основной вопрос – кому дать, кому не дать. Это вообще не только у банков, а по жизни. В народном рейтинге нашего интернет-портала «Банки.ру» вы занимаете почетное второе место. Для регионального банка в столице – это поразительный результат, и многих они удивили. Чем вы это объясняете? Для увольнения с занимаемой должности руководителя филиала достаточно, чтобы он не дал клиенту жалобную книгу. Это у нас номер один. Сразу увольняется даже без всяких других размышлений. Второе обстоятельство – мы единственный банк в России, который имеет форум. На этом форуме пишут все, что хотят. Ну, например, запросто может быть такая надпись «Северная казна – полная лажа». И мы вступаем в диалог. Если мы согласны, мы говорим, да, конечно, мы полная лажа, мы будем исправляться. У нас разрабатывается программа, как это устранить. А если не согласны, мы говорим, категорически не согласны. И отвечаем, почему? Мы ничего не затираем. И поэтому эти дискуссии становятся достоянием гласности для всего земного шара. И вот такая жесткая обратная связь, она позволяет нам быть такими клиентоориентированными и качественно обслуживать. Это первый момент. И второй момент – почему мы хороши, а у нас нет очередей. У нас, значит, разработана программа, очень глубокая, математически подпертая, в соответствии с которой мы настраиваем бизнес таким образом, что понятие очередь исключено гарантированно. Но у вашего банка достаточно высокие проценты. Там 12 с лишним по вкладам в рублях. И вкладчика такого осторожного всегда большие цифры пугает. Ах, наверное, ненадежно. Что тут можете возразить? Откуда такие большие проценты? Объясняю, банки, которые работают на нашем рынке, они имеют просроченную задолженность и 10, и 12, и 15, и 20 процентов, и сколько угодно. То есть, они деньги отдали, им деньги не вернули. Их бизнес становится менее эффективным из-за того, что много денег не возвращает. А если нам возвращает все? Значит, мы имеем конкурентное преимущество в том смысле, что наша эффективность выше, потому что у нас очень большая возвратность денежных средств. И мы можем себе позволить держать ставку несколько выше. Это раз. И во-вторых, в Москве очень много денег. В регионах денег меньше. И когда мы боремся за деньги в регионах, нам приходится ставить ставку выше, чем, например, московские банки ставят в Москве. А какая нам разница, рубль будет из Екатеринбурга или из Москвы. И мы ставки, те, которые имеем на Урале, мы эти ставки делаем в Москве, в Петербурге. За счет этого наши ставки относительно высоки.